Дело бывшего замминистра экологии Безрукова передали в прокуратуру для обвинительного заключения. Следственный комитет завершил расследование. Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый в период неблагоприятных метеоусловий, вопреки интересам службы, не принимал реальных мер по отслеживанию и устранению последствий в период осуществления выбросов промышленными предприятиями, значительно превышающих показатели допустимого значения выброса вредных веществ в атмосферу. По версии следствия, Виталий Безруков предупредил одно из промышленных предприятий о предстоящей проверке, для того, чтобы там смогли снизить количество выбросов. А на следующий день он выехал на комбинат с журналистами. Таким образом он ввел в заблуждение общественность и СМИ. Виновным себя я не считаю, абсолютно. На самом деле, немножко нонсенс, глупость, что выехал со журналистами на предприятие, показал, как работает предприятие, и в этом оказался виноват. В том, что предупредил, но, естественно, это на наши полномочия, Министерство экологии должно предупреждать при любом выезде предприятия. Напомним, в начале июня Виталию Безрукову избрали меру пресечения. Тогда ему запретили приближаться к Министерству экологии на 200 метров и общаться с рядом свидетелей. Вот эти вот моменты, то, что сейчас проводят какие-то следственные действия, то есть он не понимает вообще, что происходит и в чем, собственно, состоит его вина. В чем состоит вина? В том, что он собрался, поехал на пресс-тур с журналистами и предупредил об этом. Семья Безруковых с выводами следствия категорически не согласна и надеется на благополучный финал. Жена экс-чиновника попросила прокурора области взять дело на контроль.